Всем привет! О самых главных и интересных событиях студенчества и не только расскажу вам я, Олег Скиданов. Поехали! Как прошла акция «День открытых дверей» в следственном изоляторе номер один? В КФУ стартовала регистрация на курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Москва-Казань станет частью магистрали Москва-Пекин. Державинские чтения вновь возвращаются в Казанский университет. Корреспондент Аделя Шемилова выяснила основные подробности проведения одной из самых масштабных конференций России. 20 сентября Казанский федеральный университет готовится принять 13-ю всероссийскую научно-практическую конференцию «Державинские чтения». Данная конференция не первый год является одной из самых крупных конференций в России. Ежегодно здесь принимают участие с докладами научными сообщениями порядка 500 человек. На протяжении 10 лет конференция проводилась в Москве на базе Всероссийского государственного университета юстиции. 12-е же по счету «Державинские чтения» были впервые проведены в Казани. И теперь одна из крупнейших конференций России готовится к проведению в стенах Казанского федерального вновь. Гостей будет где-то около 30 человек пригласили мы. А кругов столов будет где-то 12 кругов столов будет. Из них 11 – это в основном священные державы как государственные деятельности, то есть юридические аспекты деятельности. И один кругов столов будет развод на базе нашей институционной университетной коммуникации по его, так сказать, литератому деятельности. В основном это на базе нашего университета, плюс филиалии Российской университетной федерации, один кругов столов будет там проходить. В течение сентября в Учебно-методическом центре тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Казанского федерального университета проходит электронная регистрация на подготовительные курсы для старшеклассников по подготовке к экзаменам, а также внутренним вступительным испытаниям в КФУ. Ежегодно у нас около 500 человек проходят подготовку научных курсов, ну и другие формы. В целом у нас около 1000 человек каждый год охватены на разной форме работы, в том числе дистанционной подготовкой и так далее. Мы ориентируемся на то, чтобы ребята также дистанционно могли с нами заниматься. Это тоже очень эффективная форма работы. Почему? Потому что дистанционно можно с нами работать из стран СНГ. Еще в 1964 году на базе Казанского университета были созданы курсы по подготовке к вступительным испытаниям. С введением ЕГЭ изменилась система образования, возникла необходимость реагировать на требования времени. Поэтому в 2006 году был образован учебно-методический центр тестирования и подготовки к единому государственному экзамену. С 2006 года в университете стали уже принимать результаты ЕГЭ в качестве эксперимента, а с 2009 года уже по всей стране стали приниматься только результаты ЕГЭ. Поэтому мы вовремя подготовились, перестроились и стали приглашать ребят именно готовиться к ЕГЭ. На базе центра подготовиться к успешной сдаче экзаменов могут учащиеся с 9 по 11 классы школ. Занятия для 11-ти классников начнутся 1 октября. Для учащихся 9 и 10 классов 16 октября не продлятся по мае следующего года. В течение всего времени обучения с учащимися работают преподаватели КФУ, ведущих вузов и школ Казани. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Десятки журналистов 11 сентября оказались в СИЗО. По доброй воле, Казань присоединилась к всероссийской акции «День открытых дверей». Экскурсию по следственному изолятору номер 1 проводили историки и документалисты. Все подробности узнавала Аурелия Сташкова. 11 сентября в рамках всероссийской акции «День открытых дверей» состоялась уникальная экскурсия в Казанский следственный изолятор номер 1, являющийся архитектурным памятником начала XIX века. Такая акция проводится впервые и призвана показать открытость уголовно-исполнительной системы. Экскурсия началась у мемориальной доски на фасаде СИЗО. Она была торжественно открыта чуть больше месяца назад. На гранитной плите указан статус здания, как памятника истории и культуры федерального значения. Здесь имеется 33 камеры на 100, 39 мест. Уже даже со двора видно, что здания напоминают собой именно замок. Мощные кирпичные стены, башни содержались под следствием и осужденные разных категорий, в первую очередь осужденные по уголовным статьям. После революции 1917 года здания эти продолжали использоваться как место содержания последствий посужденных и перешли на баланс одной из тюрем Народного комиссариата внутренних дел. На территории СИЗО были показаны режимные корпуса, в том числе больничные камеры, молельные комнаты, камеры для несовершеннолетних. Во время показа камер гостям рассказали о неудавшейся попытке побега в 1970-е годы Юрия Кузнецова. Боксер Кузнецов, ожидая исполнения приговора суда под предлогом занятий бокса, бил кулаками в стену камеры. Сотрудники СИЗО заметили, что со стороны улицы от ударов спортсмена осыпала штукатурка. Несмотря на надежность толстых стен тюремного замка, администрация учреждения приняла решение обшить стены камеры металлическими листами. Многие группировки развелчены. Это так, как, знаете, Хадид Акташ, Галяк Беров, по кличке Раджа, Ринтик, Хадид Акташ. Также были многие с республики. Это 29-й комплекс набережной Челны, Тагирьянские набережные Челны. Также поведали о последних днях жизни серийного убийцы и каннибала Алексея Суклетина, ожидавшего смертного приговора в начале 80-х. Участники мероприятия узнали о знаменитых казанских узниках от Емельяна Пугачева до одиозных лидеров организованных преступных группировок конца 20-х – начала 21-го века. Квартала Хадид Акташ-Тяп-Ляп. Они все вот содержались здесь. То есть они передвигались, они передвигались, потому что по жизни заключены, они не должны долгое время находиться в одной камере. Сразу после посещения сезона номер один для участников акции был организован интерактив в историю Сибирского тракта. Маршрут экскурсии прошел через места, тесно связанные с печально известным кандальным путем. Конечным пунктом экскурсионного маршрута символично стал памятник верстовому столбу на Советской площади, отмечающему начало Сибирского тракта в городе Казань. Аурелия Сташкова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Китайские журналисты посетили Казанский федеральный университет. Поводом для этого стало освещение совместного проекта по постройке высокоскоростной железной дороги. Подробности в следующем сюжете. Российско-Китайский консорциум разрабатывает проект постройки высокоскоростной железнодорожной магистрали. Планируется, что старт работ начнется в 2018 году. Это первый подобный проект для России. Маршрут магистрали – Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. ВСМ свяжет столицы регионов единой трассой длиной в 790 километров с остановками в 16 населенных пунктах разной величины. Скорость движения поездов по трассе составит до 360 километров в час. Участок Москва-Казань станет частью магистрали Москва-Пекин. Это планы по реализации проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Мы знаем, что сейчас обсуждается проект высокоскоростной железной дороги. Мы мечтаем на таком поезде за 3-4 часа ехать из Москвы или наоборот. А еще меня интересует сотрудничество между республикой Татарстан с китайскими провинциями. В связи с этим в Казань прибыли ведущие китайские журналисты. КФУ организует для гостей из зарубежей пресс-тур по поводу проекта постройки. У китайских журналистов имеется огромный интерес к России и Татарстану. Для нас это и возможность побольше узнать о республике Татарстан, особенно о сотрудничестве между нами. Китайские журналисты рады приехать в Казань. Представители СМИ уже посетили достопримечательности города, а также запланирована встреча с президентом Татарстана. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Ну вот и все на сегодня. Смотри Универньюз и будь в курсе главных событий. С вами был Олег Скиданов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok